Опустевшие клубы в центре города. Для Анапы картина непривычная. И нет, это не происки хулиганов, а плановая работа специалистов зеленстроя. В начале недели природа порадовала местных жителей бархатной погодой. А теперь на улицу не выйдешь без теплой куртки. Вот и сам город, будто живой, переоделся. Сменил свой цветочный наряд. Каждый год убирают сейчас, и другие на зиму, которые уже на холода, которые терпят, такие цветов будут ценить. Ну, уже садили там часть, уже впереди, и здесь будут садить. Драгоценные украшения в наряде Анапы – экзотическая агава. На центральной клумбе ее уже нет. Растение переехало на зимовку в оранжерею зеленстроя. Плохо переносит холода. Зато этим малюткам не страшен морской ветер. Каждый год озеленители создают целые полотна из ярких виол. Цветы неприхотливые, переносят погоду до минус восьми. Зимние растения, цветочки, да. Они до весны будут нормально растить. Будет красоту делать городу. В наших теплицах в этом году выращена виола разнообразных расцветок – белая, оранжевая, красная, синяя, желтая. Поэтому город будет очень яркий и красивый. Цветы будут высажены в сквере администрации, на улице Крымской, на цветочных часах. Всего в Анапе высадят почти 30 тысяч разноцветных виол. Как и прочим растениям, им нужен умеренный полив. Ухаживать за зимним нарядом Анапы будут специалисты зеленстроя. По их словам, цветочные клумбы порадуют анапчан до самой весны. Вадим Иванов, Ксения Осипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.